Как бы мы это ни называли, доглобализация, фрагментация, термины не устоялись, но, на мой взгляд, она всё-таки происходит. Фрагментация – это даже не риск, это факты и неизбежности, это системные изменения, потому что то, о чём говорят, например, в США говорят о, как называемом, френдшоринге, в Европейском Союзе о дерискинге, мы говорим о выстраивании отношений с дружественными странами, всё-таки это ведёт к проявлению блоковости, пусть даже с размытыми границами, но мы видим, что при торговле, при инвестициях на первый план выходят не только вопросы экономической эффективности, но и, как все открыто говорят, вопросы национальной безопасности. Поэтому торговля с дружественными странами, инвестиции, выстраивание производственных цепочек тоже происходит, прежде всего, с дружественными странами, поэтому, конечно, конфигурация мировой экономики меняется. И следствием этого будет, как вы правильно сказали, и вычет из глобального роста может быть следствием, и, возможно, и замедление технологического прогресса, мы должны учитывать этот риск, потому что неокры, например, будут вестись в разных центрах, могут дублироваться, и это тоже будет иметь последствия. И это будет иметь последствия и для внутренней политики, не только для внешней, потому что мы видим, что много стран уже активно применяют промышленную политику для того, чтобы проводить либо импортозамещение, либо, как некоторые страны говорят, вернуть свои инвестиции, вернуть производство в свою страну. Поэтому все эти процессы будут оказывать влияние и на внутренние процессы. Важно здесь, мне кажется, понять, развилки в чем состоят, как жестко это будет происходить. То есть мир останется в целом глобальным с этими фрагментами, либо это будет происходить жестко. Сейчас в основном ограничения касаются ВПК, высоких технологий, но если это будет идти по жесткому варианту, мы, конечно, это увидим, и нам, России, в этом надо жить, и надо это учитывать. Мне кажется, от этого нельзя загораживаться, надо понимать, что это происходит. А можно, извините, я сегодня буду иногда вспоминать, кто из вас что раньше говорил. Вот передо мной документ Центрального банка прошлого года. Прогноз, который делал Центральный банк, когда представлял денежно-кредитную политику. Там, я помню, у вас было три сценария. Сценарий был базовый, сценарий был ускоренной адаптацией. Ну, это, кстати, вот меньше года тому назад было, ну, вообще. И был такой, знаете, вот абсолютно, который вы считали вообще, ну, вот такой, его вообще никто не считался, который вы назвали глобальный кризис. Я вас цитирую, поэтому просто даже спорить бессмысленно. Так вот, смотрите, вот я читаю, что вы указали в сценарии, что, ну, свидетельствует о глобальном кризисе. Я не случайно говорю, потому что вы сейчас сами сказали о том, что это будет влиять на нашу страну. И вот вы сказали, первое, фрагментация мировой экономики. Геополитическое напряжение возрастает. Центральные банки из-за устойчивого высокой инфляции резко и существенно встречают ДКП. Ужесточение ДКП ведет к рецессии к развитым странам. Растут угрозы для финансовой стабильности. Совокупность факторов приводится к началу масштабного мирового экономического финансового кризиса. На самом деле, у меня ровно один вопрос тогда в этой ситуации. Вот что из того, что здесь было вами предсказано год тому назад, не сбылось? А если это все сбылось, я думаю, что это достаточно очевидно для всех, тогда почему мы свою политику, я сейчас говорю не о денежно-кредитной политике, а на самом деле, вот, Решетников смотрит на меня очень опасливо, но он ведь тоже берет за основу базовый сценарий, я говорю о правительстве, о Министерстве экономического развития. Почему в таком случае, если у нас все сбывается из стрессового сценария глобального кризиса, мы действуем как базовый сценарий? И считаем ли мы, что можно просто не замечать этот кризис? Я, извините, от непонимания. Да, во-первых, мы ко всем своим сценариям относимся серьезно, и в том числе к рисковому. Нас иногда и часто критикуют за то, что мы все время говорим о каких-то рисках, но да, мы готовимся к этим рискам, потому что если ты не готов, ты не встречаешь его достойно. Что не реализовалось из нашего вот этого рискового сценария? Мировой экономический кризис, он не реализовался. Он начинается, он обязательно будет. Я по глазам вижу, что вы тоже так считаете. У вас, понимаете, у вас глаза, которые не позволяют вам вести в заблуждение. Понимаете, ну так получилось. На самом деле, получилась некоторая, наверное, смесь сценариев, потому что хочу сказать, что, например, российский бизнес, российская экономика, на наш взгляд, развивалась по сценарию ускоренной адаптации. Согласились. Мы, кстати, очень быстро адаптировались, наши предприятия очень быстро адаптировались к этим условиям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!